Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий в интервью СНН высказал мнение, что российские войска в скором времени будут стремиться захватить третью часть украинских земель. И что Москва будет использовать это для усиления своей позиции на переговорах. По его словам, Польша, в частности, выступает за конфискацию российских активов и делает все возможное, чтобы прекратить покупать российские нефть и газ. Также на следующей неделе и несколько месяцев Россия готова к войне, чего нельзя сказать о Западе и НАТО. В то время как общественность начнет уставать от войны и нужно срочно увеличить поставки вооружения в Украину, поскольку она борется за наши ценности. Давайте послушаем Матеуша Моровецкий. Мы должны помочь украинцам как можно быстрее защитить свою страну. Наши дни их часы, наши недели их дни. Им нужно вооружение здесь и сейчас. Россия большая страна, где много товаров, сырья, ресурсов. У них большая армия. Вот почему они могут снова и снова перегруппироваться и реорганизоваться. И с нами на прямой связи Павел Лакичук, это руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21». Здравствуйте, Павел. Добрый день. Спасибо большое, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Ну и тут уже про помощь, международную помощь Украине. А речь идет, конечно же, о поставках вооружения. Скажите, пожалуйста, ваши личные прогнозы какие? По мере нашего сопротивления и действий противника, поставки оружия будут нарастать в Украине. Это будет зависеть в значительной мере и от активности нашей дипломатической службы, от активности наших политиков и, безусловно, от результатов действий военных. Чем мы больше сопротивляемся, тем больше Европа будет нам помогать. И не только оборонительным вооружениям, потому что говорить оборонительное наступательное вооружение, можно говорить легкое или тяжелое вооружение. Мы уже наблюдаем готовность европейцев поставлять более серьезные средства защиты, в том числе защиты на море, и боевых бронированных машин, и ракет более серьезного класса, чем прежде. Мы надеемся на помощь, но надо работать самим, надо надеяться на наши вооруженные силы. Ну вот, если надеяться на вооруженные силы, это очень правильно, так делает вся Украина, но в свою очередь также идет речь и о помощи. Вот тут идет, понимаете, мы видим очень большую инициативу, очень большую поддержку от международного общества, но президент Зеленский четко обозначил, что нам нужно. Нам нужны системы ПВО, нам нужны самолеты, нам нужно вооружение для того, чтобы отбивать атаки. Вот сейчас, слушая заявления того же Бориса Джонсона, Эммануэля Макрона, касательно военной поддержки, касательно внедрения санкций и так далее, можем ли мы сейчас ожидать тяжелое вооружение, уже не только оборонительное, а какое-то... Ну давайте начнем с оборонительного, давайте начнем с самолетов, которые никак не могут передать Украине, или из-за каких-то блокировок. Вот эти кадры Буча, которые облетели весь мир, на которые отреагировал уже практически каждый мировой лидер, они могут поспособствовать тому, что Украина быстрее получит это вооружение? Ну, спектр необходимого вооружения нам гораздо шире и больше, чем обрисовал президент. Украина — это не только системы ПВО и самолеты, это в первую очередь боеприпасы и артиллерия, и тяжелая артиллерия, и ракетные системы, и системы связи, и системы управления, и контрбатарейные радары. И, ну, как правильно сказал польский премьер, нам нужно оружие, оружие и еще раз оружие. И поставки этого оружия идут по различным каналам, по различным системам вооружения с различными странами, ведут переговоры в разных форматах и в разной интенсивности. Можно вспомнить заявление британского премьера о готовности поставок оружия, в том числе противокорабельных систем для обороны Одессы. Фактически это такое прорывное заявление. Обычно такие заявки делают уже после поставок вооружения, не анонсируя их. Речь идет о поставках боевых бронированных машин от Австралии до европейцев. И это не только БМП-1, а и более современные системы вооружений с более мощным вооружением. Речь идет о поставках тяжелой артиллерии в Британии. То есть, еще раз повторюсь, все зависит от успеха в нашей дипломатии. В первую очередь от военных дипломатов, военных атташе, которые работают непосредственно с Министерствами обороны. Военно-техническое сотрудничество – такой сложный механизм и достаточно закрытый. Если и опасно, когда начинают анонсировать какие-то поставки. Вот вспомните, как произошло с МиГ-29, когда один из высокопоставленных представителей Европейского Союза заранее анонсировал широкие поставки. Россияне этим воспользовались, они поработали со всеми странами, кандидатами, которые предоставляли это оружие, и смогли эти поставки заблокировать. Нужно говорить о системах, которые мы получаем конкретные, уже после того, как они поставлены нам. Но и нужно говорить о потребностях наших довольно широко. Это понятно, какая техника, какое вооружение нам нужно для того, чтобы обороняться. Но по вашему мнению, какая техника, вот если можно, именно четко по разделениям, как вы навели пример по поводу Австралии бронированных машин, какая техника нужна для победы непосредственно? Ну, для победы нам, безусловно, нужна тяжелая артиллерия, нужны боеприпасы. Боеприпасы к тем системам, которые будут поставляться, и тем системам, которые у нас есть уже на вооружении. Потому что это самое главное для поражения противника. Боеприпасы авиационные, именно воздух, земля. Тяжелые бронированные машины. Это не только ББМ, ну, бронетранспортеры, но и, в принципе, потребность возникает и в танках. И я думаю, что рано или поздно этот вопрос тоже встанет. Безусловно, защита воздуха. Это зенитные ракетные системы. И мне кажется, что постепенно мы переходим в наших контактах с нашими партнерами. Мы переходим от легких систем ПВО до систем ПВО. Вопрос уже стоит о системах ПВО средней дальности и средней мощности. И так будет продвигаться в сторону усиления и дальше. Противокорабельная система. Тоже крайне необходима, потому что раны... Ну, центр войны перемещается на юг. И здесь не каждый БДК можно поразить точкой У. Это уникальный случай. Нужны противокорабельные системы, предназначенные для уничтожения. Десантных кораблей, прочих кораблей, которые обстреливают нашу страну. Нужно даже стрелковое оружие. Нам нужна медицина. Нам нужны средства связи. Средства связи и управления. Контрбатарейные радары. Очень важный элемент. Но все нужно, к сожалению. И, Павел, еще один очень важный момент касательно, опять же, военной поддержки. Мы видим, что чем больше говорит мир о том, что нужно поддерживать Украину, тем больше прилетает ракет. Непосредственно в Украину и в жилые дома. Вот, Николаев, мы только вспоминали перед началом нашей с вами дискуссии. Вот я правильно понимаю, что, чтобы защититься от ракет, это нужно ПВО, вооружение. Вы частично уже об этом сказали. Но почему, по вашему мнению, так трудно это дается? Ведь о ракетных ударах было известно уже очень-очень давно. И уже весь мир наблюдает, как ракетами обстреливает Российская Федерация. Почему так тяжело, по вашему мнению, дается решение дать Украине это оружие, чтобы остановить российские ракеты? Вы понимаете, в первые дни войны вообще наши партнеры, так скажем, сомневались в том, что мы продержимся более, кто там, несколько часов, кто несколько дней. И, ну, например, немецкий министр говорил о том, что это уже широко известно о том, что смысл вам передавать оружие, если вы будете прокси таким между нами и россиянами, фактически мы будем отдавать свое оружие россиянам. Этот период уже минул, и наши западные партнеры наблюдают, как мы эффективно используем и те системы вооружения, которые они нам уже поставили. Некоторые системы гораздо более эффективны, чем они запланированы по ТТХ и как используются в вооруженных силах стран-производителей. Поэтому и постепенно к нам доверие растет. И сначала речь шла о поставках экс-советских систем, которые наши вооруженные силы, по мнению партнеров, легко могут освоить. Сейчас уже говорят и о системах западного производства, потому что видят, что наши воины грамотные и способные учиться быстро и легко. И осваивать новые системы в достаточно быстром темпе. Поэтому будут поставляться и более сложные системы западного производства. Что касается ракетных обстрелов, они длятся всю войну. Я бы не коррелировал интенсивность российских действий с западной помощью. Россияне нас пытаются запугать с самого первого дня войны и продолжают и сейчас запугивать. Они хотят посеять панику, чтобы мы сдались. Не получится у них ничего. Павел, сейчас давайте посмотрим сюжет, который подготовили наши корреспонденты. Тут короткая сводка того, как мир в целом поддерживает Украину в плане вооружения. Давайте посмотрим, вернемся к дискуссии. Украинская армия, которая уже пять недель воюет с многочисленным противником, нуждается в усилении вооружениями. Западные партнеры сейчас заявляют о передаче оружия в Украину гораздо охотнее, чем в начале войны, говорит военный аналитик Павел Лакичук. Оружие нам поставили более десяти стран. Среди них Швеция и Финляндия, которые на протяжении многих десятилетий сохраняли нейтралитет и к тому же они не являются членами НАТО. Что нам поставляют? Нам поставляют, нам все нужно, понимаете, нам нужно все. От патронов и снарядов и заканчивая артиллерийскими системами, контрбатарейными средствами, средствами связи, средствами управления, средствами разведки. Это не такие заметные и не так на слуху вещи, чем стингеры или джавелины. Но, поверьте мне, они играют роль иногда значительно более важную, чем непосредственно системы вооружения. Украинские военнослужащие быстро осваивают новую технику и сразу же применяют ее на практике. Оружие к нам идет. Спасибо нашим партнерам. Главное, чтобы наши воины его эффективно использовали, а не очень эффективно используют. Вот, например, по тем же джавелинам американцы провели исследование. Оказалось, что эффективность использования этих систем в сбройных силах Украины выше, чем в иных других вооруженных силах, в том числе вооруженных силах США. В ходе военных действий Украина использует оружие как собственного производства, так и то, что предоставили партнеры. Фактически после нашей победы нам надо будет строить наши вооруженные силы, в том числе и технически практически с нуля. Это износ стволов, износ стрелкового оружия, расход боеприпасов. Нужно пинать наших спецэкспортеров, наших дипломатов, чтобы они не теряли форму и прессовали максимально наших партнеров. Чем мы будем более активны в этом, тем больше, лучше, качественнее будут поставки. Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников передать Украине тяжелое вооружение и самолеты для защиты от российских оккупантов. Об этом он заявил в интервью Fox News. Украинские воины сильнее и мотивирование противника. Но противостоять одной из самых больших армии мира бывает непросто, сказал президент. Нам не нужны миллионы качественных бронежилетов или шлемы специального бренда. Дайте нам ракеты, самолеты. Не можете дать нам F-18 или F-19? Дайте нам старые советские самолеты. Это все. Отдайте мне их в руки. Дайте мне что-то для защиты моей страны, моего государства, если вы этого хотите. Союзник Украины и Великобритания заявила, что хочет поставить Украине противокорабельные ракеты для защиты Одессы и других городов на морском попережье. Но пока официальный Лондон не подтвердил эту информацию. Наталья Белокудрая, Евгений Кармазин из Днепра. Специально для информационного марафона Freedom. Телеканал UA. Павел, в свою очередь, также когда продолжается речь о поддержке нашей страны, военной поддержки, тут также еще идет речь, вы об этом также говорили, в частности, переговоров, результат переговоров. Так вот, как можно повлиять на переговоры и как переговоры могут повлиять на ситуацию в Украине? Ведь если послушать российскую сторону, они требуют полностью уничтожить по факту все вооружение в Украине. В то же время Украина просит дополнительное вооружение, плюс использует свое. Где здесь точки преткновения? Где здесь найти общий язык? В данном случае я имел в виду не переговоры с Российской Федерацией, а с нашими партнерами по конкретным тематикам поставок вооружения. Их осуществляют наши дипломаты по всей европейских странах, в Соединенных Штатах, в Британии. Контакты постоянные военных аташе нашей страны с нашими партнерами и представители УКС спецэкспорта. Этим переговором серьезно могут способствовать создание соответствующей атмосферы в европейском обществе. И это регулярное обращение президента нашего к парламентам европейских стран, который очень эмоциональный, очень честен с европейскими парламентариями, с европейским обществом. Говорит, рубит правду. Это и работа наших парламентских делегаций, так и женочий батальон, там мотается по Европе. Это дипломатки, депутатки, известные политикини украинские, которые тоже вносят в это дело важный вклад. Нужны общие усилия. Что касается россиян, ну, россиян ничего. Россияне хотят нас победить, с ними о поставках вооружений договариваться нам нечем. Мы у них оружие получаем на поле боя, отбиваем, чем больше отобьем, чем больше себе заберем трофеев, тем больше оружия повернем против. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова